Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Юлия Кожетева, врач-нарколог Рязанского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как за последние годы изменилась работа центра? Каких пациентов у нас стал больше? Ну, во-первых, количество ВИЧ-инфицированных растет, с каждым годом их прибавляется все больше и больше. За последнее время превалирует половой путь передачи, так как основное большинство ВИЧ-инфицированных состоящих у нас на учете – это бывшие или настоящие наркоманы. Также в это число входят люди, страдающие хроническим алкоголизмом. Расскажите, как Вы работаете с ВИЧ-инфицированными наркоманами? Своевременное выявление ВИЧ-инфицированного наркомана, своевременную постановку на учет, грамотная диагностика и грамотное лечение, возможно, с последующим направлением стационара наркологического профиля. Почему необходимо знать свой ВИЧ-статус? Положительный статус у ВИЧ-инфицированного пациента несет своего рода ответственность данного пациента за распространение ВИЧ-инфекции. Существует уголовная ответственность, если такой пациент заражает других людей. Ну, соответственно, если человек знает о данном диагнозе, то он должен принимать меры по профилактике заражения своих близких, то есть половых партнеров. Такие пациенты должны уже использовать средства защиты, обязательно предупреждать своих половых партнеров о наличии у них данного диагноза. Ну и, соответственно, принимать меры профилактики личной гигиены. А почему необходимо вставать на учет? И каким образом вообще это делать? В последнее время, в настоящий момент, ВИЧ-инфекция поддается очень четкому и грамотному контролю. Для чего это необходимо? Для того, чтобы продолжить количество жизни и качество жизни пациента. Своевременная постановка на учет дает возможность обследовать такого пациента. Кроме того, при необходимости таким пациентам назначаются лечения антиретровирусной терапии, на которой пациенты довольно-таки долго и качественно живут. А можете поподробнее рассказать, каким образом именно оказывается помощь таким больным? При постановке на учет каждого пациента подлежит обязательному обследованию. То есть у него берется широкий спектр анализов, в том числе и основные анализы. Это анализ на иммунитет и анализ на вирусную нагрузку. Уже по состоянию которых, по этим тестам мы определяем, нуждается ли пациент в дальнейшем лечении. Либо такие пациенты мы даем рекомендации, когда им приходить в следующий раз, для того, чтобы следить за здоровьем такого человека. А изменился как-то за последние годы облик ВИЧ-инфицированного человека? Я имею в виду, больше стало молодежи, зрелых людей, женщин, мужчин. В основном это люди репродуктивного возраста, и как женщины, так и мужчины. Есть у нас небольшое количество уже людей, которым за 50, но таких пациентов у нас мало. Работаете вы с женщинами, наркоманами, беременными? И много ли у нас рождается таких деток? Безусловно, работаем с женщинами, наркоманами и беременными. Ну, таких пациентов достаточно. Изменилась ли статистика за последние годы? Больше стало меньше? Количество беременных увеличивается, наркоманы тоже. Давайте поговорим о путях передачи. Основной, естественно, половой. Вы уже проговорили. Как еще можно заразиться? Ну, основной путь, я бы даже сказала, парентеральный. Это через кровь. То есть в основном это наркотический путь передачи. Ну и третий путь передачи – это от матери к плоду. Как нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией? ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться. При рукопожатиях, при поцелуях, воздушно-капельным путем ВИЧ-инфекция не передается. То есть я бы рекомендовала таких пациентов не сторониться, а общаться с ними на равных. Что нужно для того, чтобы сдать все анализы? Где вы находитесь? Мы находимся в областном центре по борьбе и профилактике со СПИДом, спортивной 9, на базе кожного нейрологического диспансера. При себе иметь, в общем-то, ничего не нужно. Обследование анонимное. Достаточно назвать фамилию, адрес. Желательно телефон, чтобы мы могли сообщить пациенту в случае, если ему необходимо явиться. Обязательно мы гарантируем анонимность и конфиденциальность. То есть таких пациентов, если уже тест положительный, мы приглашаем в центр СПИДа. Прежде чем такие люди обследуются, сдают кровь, мы проводим с ними дотестовое консультирование. То есть объясняем, разъясняем, выясняем, есть ли риски заражения ВИЧ-инфекцией. Предупреждаем, если есть риск заражения ВИЧ-инфекцией. В последующем, если тест положительный, мы проводим послетестовое консультирование. Все пациенты разные, кто-то спокойно, кто-то с безразличием, кто-то, наоборот, начинает плакать и кричать. В нашем центре СПИДа имеются высококвалифицированные специалисты, психолог в том числе, которые оказывают психологическую поддержку таким пациентам. Что касается лечения, по статистике, как изменилась ситуация лечения? Данное заболевание, еще раз я вам говорила немножко об этом, излечению не поддается. Но поддается четкому контролю. При грамотном и своевременном назначении антиретровирусной терапии такие пациенты живут, как обычные люди. То есть в том же ритме, в том же русле работают. Конечно, существует перечень работ, на которые они не имеют права работать, но он очень узок. А появились какие-то новые препараты? Препараты появляются, в принципе, появляются. Пока мы ничего более серьезного, конкретно, чтобы полностью излечить ВИЧ-инфекцию, пока еще не существует. Может быть, где-то есть, но мы... Осуществляете ли вы взаимосвязь с наркологическим диспансером? Безусловно. Мы находимся с ними в тесном сотрудничестве, поскольку мы направляем своим пациентам к ним на лечение. Были неоднократные случаи выявления ВИЧ-инфекции в наркологических стационарах. Своевременно сообщают нам, передают информацию о количестве пролечившихся. Таким образом, мы можем более подробно контролировать наших пациентов. Нас смотрят многие телезрители. Что бы вы им порекомендовали и пожелали? Ну, мы уже еще раз хочу озвучить о путях передачи. Это половой путь, это через кровь путь, основные пути передачи. Если у вас какие-то сомнения по поводу себя, если какие-то половые связи, незащищенные сомнительными личностями, если был опыт внутривенного введения наркотиков даже однократный, мы бы настоятельно рекомендовали пройти у нас обследование на ВИЧ-инфекцию. Еще раз объясняю, у нас все анонимно, бесплатно. Никуда мы результаты анализов не сообщаем. Все по желанию, по согласию пациента. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Берегите себя и своих близких. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова